Физкульт привет, друзья и ученики! И просто случайный зритель! Сегодня я вам покажу сумасшедшую тренировку, которая просто разорвет ваши ноги. Попробуйте ее и увидите, что уже после первой подобной тренировки ваши ноги увеличатся чуть ли не вдвое. Вы это будете ощущать, это будут видеть все вокруг. И ваше отражение в зеркале покажет вам прогресс. В чем же секрет? Секрет в правильном тренинге окислительных мышечных волокон. Если вы никогда раньше не тренировали их, то попробуйте и отпишитесь в комментариях. Если вы раньше тренировали, но вам ничего это не дало, то это говорит о том, что вы просто не умеете это делать и неправильно тренировали. Попробуйте сегодня тренировочку и вы увидите, что это не только увеличит объемы, но еще и проверит вас на выносливость. Будет тренировать вашу выносливость. Никакой бег, никакие прыжки на скаткалке не сравнятся с этой тренировкой по поводу увеличения вашей выносливости. Ну что же, начнем. После общей разминки, для того, чтобы хорошо размять наши коленные суставы, я это делаю в велотренажере, приступаем к экстензиям спины. Выполняем 3-4 подходика на 15-20 раз. КОНЕЦ После этого переходим непосредственно к тренировке. Сегодня первым упражнением будут идти приседания, но не обычные приседания. Я буду приседать всего со 100 килограммами, но поверьте, я лучше бы повесил 200 и попытался максимальное количество раз присесть, чем делать то, что вы сейчас увидите. В чем смысл работы? Необходимо нам будет с вами 30 секунд работать, 30 секунд отдыхать. 30 секунд работать, 30 секунд отдыхать. И еще раз 30 секунд работать, 30 секунд отдыхать. Также в ограниченном участке амплитуды. Не встаем до конца и не садимся глубоко. Движения замедленные. Стараемся хотя бы 3-4 секунды опускаться и столько же времени затрачивать на подъем. В идеале 5 секунд вниз, 5 секунд вверх. У вас должно получиться 3 повторения. Это крайне тяжелая работа, друзья. И уже после только этих приседаний, в трех подходах, 3 по 30, я помираю. Я восстанавливаюсь, сердце бьется. Попробуйте и вы, и скажите, как вам понравилось. Вторым движением сегодня будем тренировать бицепсы бедра. И это будут румынские наклоны. Также со 100 килограммами работаем в ограниченном участке амплитуды. Медленно вниз, медленно вверх. Затрачивая в идеале по 5 секунд на подъем, 5 секунд на опускание. 3 по 30. Пробуем, друзья, и отписываемся в комментариях. После этого упражнения мне понадобится как минимум 5-7 минут на отдых, чтобы приступить к следующему. Следующее движение это разгибание в тренажере сидя. Делаем 3 подходика по 30 раз. Также выставляем вес, который позволит нам поработать максимально хорошо. Но к последним секундам почувствовать невероятное жжение, невероятное закисление. Вы должны бороться, вы должны преодолевать. 3 подходика. Повторяю, 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. И еще разок. 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. После этого плавно переходим к следующему упражнению. Все то же самое, друзья. 3 по 30. Ограниченный участок амплитуды. Замедленные движения. Максимальная психическая концентрация на выполнении каждого повторения. А их у нас, как вы понимаете, немного. И борьба. Борьба с весом, но борьба в первую очередь с жжением. С невероятным жжением, с желанием все бросить. И это снова разгибание в тренажере сидя. Если вы только начинающий, вы можете ограничиться всего одной такой серией. Либо с приседанием, либо поработав в тренажере с разгибанием для квадрицепса. И выбрав какое-то одно упражнение для бицепса бедра. Почему я сделал всего один такой заход, одну серию для приседаний? Да просто, друзья, не хватает выносливости. Реально я бы не потянул еще даже на один такой круг. Поэтому я слабак сел в тренажеры. Моя задача делать все три таких серии со штангой. К чему и вы должны стремиться. И приступаем к заключительному упражнению сегодняшнего дня. И это будут сгибания в тренажере сидя. Все то же самое. Все те же самые правила. 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. Три таких заходика. Ограничиваем амплитуду самым тяжелым участком. Выполняем движение медленно. Концентрируемся на каждом участке, на каждом миллиметре амплитуды. Вкладываемся по максимуму. После тренировки, друзья, особенно когда вы тренируете ноги, делая приседания или становые тяги, необходимо делать следующую гимнастику. Обязательно не поленитесь, посмотрите ее всю. Это гарантия того, что вы будете обезопасены от того, что будете получать травмы поясничного отдела позвоночника. Либо, если у вас, не дай бог, уже есть такая травма, эта гимнастика поможет вам избежать проблем и будет вас лечить. Да-да, она будет лечить, будет уменьшать проблемы. И неважно, грыжи у вас, защемление или спазмированные мышцы. При любой из этих проблем эта гимнастика поможет. Вкупе с экстензиями для спины в начале тренинга. И то, что мы сейчас будем делать, заключительным движением гиперэкстензии для спины. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА